рада приветствовать вас на своем канале в сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такие замечательные очень простые выполнения вязания домашние тапочки следочки на двух спицах вязала я платочной вязкой из остатков пряжи я рекомендую всегда на следочке использовать остаточки пряжи желательно потоньше но ниточка в 2 в 3 сложения для того чтобы были они максимально плотные и износа стойки также желательно чтобы вашей пряжи хотя бы была небольшая доля шерсти тогда они будут теплые и как бы более такие вот скажем уютные вот конечно же можно тапочки связать абсолютно на любой размер я вязала на размер 38 видео я вам расскажу как варьировать абсолютно на любой размер благодаря тому что мы будем менять скажем так длину сторон квадрата вот и затем я вам покажу как правильно собрать и шить данные тапочки кому понравилось лайкайте и приступаем к вязанию перед тем как навязать наши следочки нам нужно узнать длину стопы ножки то есть от самой верхней части там где у нас заканчивается большой пальчик и там где у нас заканчивается пяточка у меня это 26 сантиметров обычно для следочков также требуется такая мерочка как самая широкая часть ножки то есть там где пальчики большого пальца и мизинца начинается и заканчивается вот эта мерочка в принципе для вязания данной модели следков абсолютно не важно нам важно именно длина стопы у меня это 26 сантиметров соответственно 26 сантиметров отнимаем 2-3 сантиметра так как изделие у нас скажем хорошо тянется и чтобы она садилась плотнее на ножку я отнимаю 3 сантиметра получается в итоге 23 сантиметра вот исходя из вот этой мерочки как раз таки минус 3 сантиметра длина стопы у нас и будет вязаться основка квадрат для дальнейшего следка то есть у нас должна быть ширина и высота данного квадрата 23 сантиметра вы же исходя из своего размерчика то есть примеру если вяжете на детскую ножку это возможно у вас будет 20 сантиметров если вяжете на побольше ножку соответственно может быть 28 и так далее вы отнимаете 2-3 сантиметра на то чтобы скажем так более плотнее садилась на ножку ваша сапожка или как бы такая вот условная пинетка следок вот и получается вот такой квадратик далее берете любые остаточки пряжи возможно какая-то пряжа у вас оставалось привязание допустим чего-то вот и можете комбинировать также цвета у меня остался розовый цвет и коричневый поэтому я буду использовать розовый цвет и коричневый у меня в 100 граммах 450 метров пряжи в 100 граммах и я буду использовать спицы номер четыре буду вязать ниточкой в три сложения то есть 450 метров это у меня еще плюс в три сложения соответственно получится такое вот плотная и хорошее вязание получится в итоге благодаря тройной ниточки также менее скажем так большая стойкость протирки менее будет скатываться и так далее вот то есть исходя из плотности вязания своей пряжей и своими спицами я знаю что для ширины 23 сантиметра мне нужно набрать 42 петельки соответственно вы можете связать небольшой образец спицами пряжи которыми будете вязать посмотреть сколько же петелек у вас вмещается в 10 сантиметров делите количество петель на 10 и получаете количество петель сколько у вас в одном сантиметре умножаете на число нужной стороны то есть у меня это 23 и получаю я 42 петли соответственно мне нужно провязать набрав 42 петельки высоту в 23 сантиметра это исходя из моей плотности вязания более 70 рядочков то есть я потом по ходу вязания вам скажу сколько мне нужно было провязать для того чтобы получить 23 сантиметра высоту и затем мы просто эти 42 петельки полотно закрываем то есть это условно говоря коротенький шарфик из которого мы в дальнейшем сошьем сапожек или следочек пинеточку вот я соединила ниточку втрой и у меня получится такое вот три обои вязание благодаря коричневой ниточки соединение с розовой для начала я рекомендую вам отступить где-то от начала ниточки порядка 80 сантиметров а то и метра для того чтобы в дальнейшем нам вот эта ниточка служила как пришивной то есть смотрите для того чтобы не присоединять нам пришлось новый краешек мы будем сшивать вот этим скажем краешком которые оставляем сейчас и теперь начинаем набирать нужное количество петелек для ширины 23 сантиметра у меня это 42 петли начальные две петельки я набираю на одну спицу для того чтобы не были они растянутые крайние петли и затем представляю вторую спицу и самым обычным способом набираю еще 40 петель после того как все петельки набраны достаем одну свободную спицу на которой нет начальных петель если вы набирали точно так же как и я на одну спицу и далее начинаем вязать первый ряд для удобства я уже присоединила булавочкой вот эту ниточку которая оставляла и начинаем вязать первый ряд и запомните что первую петлю я всегда буду в последующих каждом ряду в начале ряда снимать это у нас кромочная петля вот и последующие петельки мы провязываем просто лицевыми заводя вот так вот снизу захватываем рабочую ниточку и вытаскиваем точно также вот так вот снизу и все время от второй петли до самой последней петли ряда я буду провязывать лицевыми в этом вязание изнаночных петель я использовать вовсе не буду это самая простая вот такая вот палаточная вязка которая вяжется лицевыми петлями первую кромочную я снимаю и далее каждую последующую провязываю лицевой у меня немножечко рябенькое вязание вот поэтому я думаю что вам видно вот если не видно можете включить видео платочной вязки вот так вот и продолжать провязывать просто лишь лицевыми петельками до нужной высоты а так как у меня ширина 23 сантиметра соответственно и высота будет 23 сантиметра вот довязываем до последних петелек благодаря видите тому что мы набирали на одну спицу у нас две вот эти крайние петельки достаточно тугенькие и получился нерастянутый уголочек далее поворачиваем на второй ряд первую петельку мы снимаем не провязанной и начиная со второй точно также продолжаем вязать лицевыми петельками из-за того что я вяжу в три тоненькие ниточки получается такое вот плотное вязание и выглядит оно достаточно аккуратно и у вас если однотонная ниточка я думаю что вы видите уже провязанный первый ряд вот таким красивым рубчиком и так продолжаем вязать 2 3 4 ряд затем я вам покажу как я буду закрывать эти петельки вместилась у меня в 23 сантиметра 74 ряда то есть я провязала 74 ряда и в 75 сейчас начинаю закрывать петельки первую кромочную как и прежде я снимаю далее каждую последующую я провязываю лицевой и переодеваю на нее предыдущую петлю спускаю полностью с работы далее следующую вяжу лицевой и предыдущую переодеваю на нее спускаю с работы следующую вяжу лицевой и предыдущую переодеваю на нее спуская с работы следующая лицевая и предыдущая на нее хотите можете закрывать попарно есть такой способ провязывания 2 вместе и И точно так же возвращается петля на место. То есть смотрите, вот так вот, две вместе за дальнюю стеночку, либо за переднюю, как выбираете, и возвращаете ее обратно. Далее снова две вместе и возвращаете ее обратно. И тогда у вас получается все в принципе то же самое. Я буду пользоваться, как и ранее, провязыванием перекидыванием петелек. Вот, кто-то знает способ две вместе, так удобнее, если вяжете две вместе. Вот, и каждую провязываем лицевой и перекидываем на нее предыдущую. Вот так вот, до самого конца, пока не закончатся у вас петельки. И тогда получается вот такой вот аккуратный край. Сильно его не затягивайте, чтобы он не сильно тугой получился. Но и в то же время, чтобы не растянутый, в итоге также нам не нужен растянутый. Вот так продолжаем делать закрытие петелечек до самого-самого конца. Дойдя до самой крайней петельки, я также провязываю ее лицевой и перекидываю предыдущую на нее. Теперь смотрите, на одном квадрате я рекомендую вам отрезать ниточку просто, вот так вот, чтобы ее максимально было, скажем так, она коротенькая, и ее можно было запрятать хвостик. А на втором квадратике я рекомендую вам оставить побольше. Она нам также пригодится при сшивании второго слитка для сшивания, скажем, пяточки. Вот. Можете, в принципе, и тот, и тот делать коротеньким, потом вы на месте, скажем так, сориентируетесь, нужно ли вам здесь длинное или не нужно. Мне она на вот этом слитке не нужна, поэтому я вот так вот продеваю сквозь последнюю петлю рабочую нить и просто ее вовсе отрезаю. Все, теперь нам нужно сделать еще один такой же квадратик. Оставляете в начале при наборочной косичке в начальном ряду по длине хвостик, которым будем в дальнейшем сшивать. Вот. И пока вяжете второй квадрат 23 на 23 сантиметра, либо же нужные размеры, которые у вас. Для того, чтобы сшить аккуратненько наши следочки, следует положить таким образом квадрат, чтобы у вас он лежал с лицевой стороны. То есть вот она наборочная косичка, первый ряд провязан. Хвостик от наборочной косички находится в правой руке в нижнем углу правом. А хвостик косички закрытия находился в левом верхнем углу. Вот таким вот образом. Далее мы берем, складываем таким образом, чтобы у нас правый нижний угол соприкоснулся с левым верхним углом. Вот таким вот образом. То есть у нас получаются ниточки соединены снизу в правом нижнем углу. Вот так. У нас получился треугольничек, где нижняя сторона это подошва, которая равняется 23 сантиметра. То есть наша длина ножки минус 3 сантиметра и соответственно здесь наши 23 сантиметра второй стороны. Самым длинным хвостиком, который мы оставляли от наборочной косички, мы будем от этого уголка сшивать к этому полностью нашу подошвочку за внешние стороны косички. С этой стороны косички у нас с внешней стороны и с этой стороны. И у нас получатся вот такие вот стежки, которыми мы досшиваем до уголка. Сшиваем равномерно, чтобы уголки у нас соприкоснулись и здесь, и здесь. То есть вот она наша подошва. Вот этим коротеньким краешком ниточки, который максимально, скажем так, короче, мы будем сшивать эта высота пяточки, которая должна равняться не менее где-то 7 сантиметров в высоту, для того, чтобы максимально глубже ваш оказался сапожок. То есть чтобы пяточка не выскальзывала. И затем вот этот свободный уголочек будет отворачиваться на вот так вот вверх и получаться как бы такой вот отворотик и красивенький получается в итоге аккуратненький тапочек на ножке. То есть этим хвостиком сшиваем здесь за внешние полупетельки, а здесь за внешние полупетельки подошвочку. Когда будете собирать второй следочек, вы кладете точно так же вот такой вот квадратик, такими же сторонами абсолютно, как и первый раз, но складываете в зеркальном отображении вот таким вот образом. И тогда вот этим хвостиком от наборочного края вы будете сшивать от вот этого уголочка к этому, а затем постепенно перейдете на вывязывание высоты пяточки. То есть вот здесь вот сшиваете высоту пяточки. А вот этот краешек, который мы сделали на первом квадратике, когда с вами вязали коротенький, он просто у вас отворачивается наверх, отрезается и прячется под нижнюю линию отворотика. То есть он нам здесь не нужен. Это я уже сделала второй квадратик, где оставила подлинее хвостик для того, чтобы сшивать пяточку. И не присоединять ниточек. А этот мы просто пока вот так вот спрячем и отрежем. И здесь получится вторая часть, ну то есть второй следочек наш с наклоном получается на правую сторону наверх. А тот второй следочек у вас получится с вот таким вот наклоном, получается как бы по диагонали противоположной этому. И получится как бы в зеркальном отображении. Сюда и на другой пинеточке или следочке в другую сторону. И вот таким вот образом мы очень просто начинаем сшивание. Для начала я вдеваю в оставшуюся вот эту вот длинную ниточку все три хвостика. Хотите можете использовать два, хотите можете использовать один. Вот в принципе три получается, как на мой взгляд, очень мягкое. Главное не продевайте все сквозь две косички, две полупетельки косички. Вот получится очень грубый шовчик и будет тяжело на него наступать в дальнейшем. Сшивайте именно за вот эти вот внешние полупетельки. Вот с одной стороны полупетля и с другой стороны полупетля. С одной стороны полупетля и с другой. И вот так вот наметочными стежками, дойдя до пяточки, сшиваем вот здесь вот. Высота именно пяточки вы решаете, насколько вы хотите глубокую на свой вкус. Лучше сшить поглубже для того, чтобы просто не выскальзывала ножка в дальнейшем при носке. Итак, делим ниточку в иголочку и теперь начинаем сшивать. Находим только лишь вот эти внешние полупетельки. Так как у меня игла начинается с одной стороны, ниточка, то я ввожу сразу же в противоположную сторону, во внешнюю часть. И хорошо продеваю сквозь петлю вот так вот ниточку. Далее снова нахожу следующую, вот она полупетелька у меня. Вот. И с этой стороны полупетельку внешнюю. И снова сквозь две полупетли прошиваю вот так вот тройную нить. Снова нахожу с этой стороны следующую внешнюю полупетлю и с этой стороны. И снова прошиваю сквозь две полупетли ниточкой. И вот так вот я прошиваю, прошиваю, прошиваю. Сильно не затягивайте для того, чтобы не уменьшилось количество сантиметров по подошве. Вот так вот пока продолжаем сшивать. Здесь полупетля с внешней стороны и здесь полупетля. Единственное, что обратите внимание, то что когда будете сшивать, желательно присоединять вот таким вот образом. Смотрите, от уголочка и сюда. Обратите внимание, что одна сторона длиннее немножечко, чем другая. Соответственно, в этой длинной стороне будет меньше, так как это поперечная, скажем так, сторона, меньше будет петелек, чем в продольной наборочного края. Поэтому каждую где-то четвертую, пятую петлю вот этого нашего края, там где вот наборочная косичка, я буду где-то каждую пятую петлю пропускать. То есть вот сейчас я прошила несколько петелек, теперь с этой стороны я пропускаю одну петлю, а в следующей вот так вот начинаю как бы вдевать. И получается здесь я пропустила полупетлю в нижнем краешке. Теперь снова я прошью 4-5 петель вот так вот подряд, 4-5 стежков по полупетелькам. И затем снова пятую я пропускаю или шестую, как вам удобнее. Вот самое главное, что нам нужно сейчас шить максимально ровно край. Вот этот шовчик мне очень нравится за внешние стороны, потому что не надо будет как бы выворачивать на лицевую сторону. И шов достаточно аккуратный получается с лицевой стороны. Посмотрите, он мягенький и с внешней и с внутренней стороны он достаточно аккуратный и, скажем, выглядит эстетично. Вот, и снова вот она внешняя полупетля с одной и с другой стороны и снова прошиваем. И вот так вот прошиваем, 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 пока не дойдем где-то пару сантиметров до вот этого уголка. То есть пока не дойдем до вот этого момента, пока не останется вот этот, скажем, хвостик, уголочек. А пока все-все прошиваем до вот этих пор. Допрошивав до уголочка мыска, у нас осталось здесь буквально где-то полтора сантиметра, даже не два, а полтора до конца мыска сшивания. И осталась у меня одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая полупетелька. Эти все полупетельки я поворачиваю таким образом, чтобы мне было удобно нанизать. И только лишь за те же внешние полупетли я нанизываю вот таким вот образом на иголочку. Хотите, можете каждый раз прошивать ниточкой, хотите, можете вот так вот собрать на иголочку, как это делаю я, то есть как вам удобно. Вы нанизываете петельки и собираете их на рабочей ниточке, вот, до самой-самой последней петли. Что мы теперь получаем? Мы получаем, вот сейчас я донанизывала, и мы получаем полностью стянутый мысок из 7 где-то петелек. Можете 9 петелек, можете 5 петелек. Для чего мы это сделали? Смотрите, если бы мы сейчас допрошивали до конца, у нас получился бы такой вот острый уголочек, который бы торчал. Нам этого уголочка не нужно, мы стягиваем оставшиеся там где-то 7 петелек и так далее, вот, и у нас получается вот такая подошвочка. Сейчас я, пока мы сейчас не сшили пяточку, предлагаю вам вот этот уголок зафиксировать на внутреннюю сторону, вытянуть рабочую нить. И с внутренней стороны, пока мы сейчас очень удобно спрятать, вот, вот эту ниточку мы зафиксируем и спрячем. Вот, и тогда приступим уже непосредственно к вывязыванию или к сшиванию, правильнее сказать, вот этой пяточки. То есть мы потом вденем иголочку в эту ниточку, проденем и будем сшивать пяточку. А пока на данном этапе у нас получился вот такой мысок, красивая, аккуратная внешняя подошвочка. С одной стороны у нас, обратите внимание, продольные ряды, с другой стороны поперечные. И вот так все и должно получиться. Когда вы будете сшивать второй, вот здесь вот следок, то вы начинаете со стягивания пяти петелек на мыске, затем продолжаете сшивание до пяточки, и затем не отрезая ниточки, продолжаете сшивать на нужную высоту с этой стороны пяточку. То есть у нас получаются пяточки расположения здесь, здесь пальчики, высочек, и вот эта длина должна соответствовать размеру ножки, минус где-то 3 сантиметра, ну плюс-минус. Желательно не стягивайте, когда будете сшивать аккуратненько. Вот, и у нас получается мягенький, очень такой вот, можете попробовать его, очень мягенький шовчик с этой стороны и будет шовчик с этой стороны. И тогда нам останется лишь только сделать вот такой отворотик. Вдели ниточку в иголочку и теперь точно так же находим внешние полупетельки. Вот она с одной стороны полупетля и с другой стороны. И прошиваем сквозь две полупетельки, продолжаем вверх теперь идти. С одной стороны полупетля внешняя и с другой стороны полупетля. Поверните к себе удобной стороной, как и подошву, сшиваем абсолютно одинаково за вот эти внешние полупетельки. На нужную высоту я буду сшивать, сейчас вам покажу до каких пор. Я буду сшивать повыше, поэтому где-то вот на таком расстоянии, если вы уверены, что через вот это отверстие у вас вмещается ножка, если ножка худенькая, то сшивайте вот до вот этих пор. Если ножка шире, то, соответственно, оставляете шире расстояние вот здесь вот для того, чтобы ножка хорошо входила. То есть где-то порядка вот как раз таки, я же говорю, 7, можно даже 9 сантиметров сшиваем вот этот вот, скажем, высоту пяточки, вот этот момент. Главное, чтобы проходила здесь ножка. Можете даже одеть вот этот треугольничек на ногу и замерить. Дошива высоту пяточки я сделала поглубже, так как ножка худенькая, здесь пройдет вполне, на мой взгляд. Я сделала высоту сшивания пяточки около 10 сантиметров, то есть где-то здесь 9,5-10 сантиметров. Вот, если хотите, можете остановиться на 8. Вот, затем делаете отворотик и фиксируете ниточку с изнаночной стороны, прячете хвостик вот здесь вот ровно по шву. Получается вот такой смешной треугольничек, я бы сказала. Вот, ножки он смотрится достаточно аккуратно и красиво. Делаете второй точно такой же. Самое главное, понимать лишь, чтобы получалось в зеркальном отображении, о чем я говорила. Вот, если вы повернете лицевой стороной, наклон у вас идет диагональный в одну сторону, а второй в другую сторону. Это самое главное, учитывать при сшивании. Вот, я надеюсь, что у вас все получилось, понравилось. Обязательно носите с удовольствием, оставляйте приятные отзывы, комментарии. Мне очень будет приятно видеть вашу обратную связь. Также, кто еще не подписан на мой канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик под видео, для того, чтобы получать оповещения о новых видео, которые выходят на моем канале. Всем ровных петелек, хорошего настроения. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok